Здравствуйте! В эфире итоги недели. О самых заметных событиях последних 7 дней расскажут мои коллеги и я, Ирина Михайлюк. И вот главная тема программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тройке лидеров медиарейтинга глав регионов Центрального федерального округа России по итогам 2014 года. Во главе рейтинга столичный градоначальник Сергей Собянин, второе место у Андрея Воробьёва, на третьем – глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Самыми заметными событиями с участием губернатора Подмосковья за 2014 год по версии компании «Медиалоги», которая и составляла рейтинг, стали предложения связать крупные города Московской области и столичные аэропорты на земном метро и обсуждения с президентом России Владимиром Путиным финансовых показателей, итогов социальных программ и экологической ситуации. Также одним из самых заметных событий с участием Воробьёва стал запуск строительства первого участка будущей Центральной кольцевой автомобильной дороги. Люберецкий район попал в число самых освещенных муниципальных образований Подмосковья. Такая информация опубликована на официальном сайте Госадмотехнадзора Московской области по итогам операции «Свет». В её рамках административно-технические инспекторы провели вечерние рейды, во время которых проверялось состояние фонарей, световая реклама, наружное освещение, подсвеченные фасады зданий, малые архитектурные формы, а также иные световые элементы, украшающие дворы, улицы и площади населённых пунктов Подмосковья. По мнению начальника Госадмотехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, операция «Свет» является актуальной в условиях короткого светового дня. Освещение территории – это прежде всего её безопасность и комфортность. Поэтому, исполняя поручения губернатора Московской области Андрея Воробьёва о превращении Подмосковья в регион комфортной жизни, Госадмотехнадзор будет выявлять и заставлять нарушителей оперативно устранять все поломки фонарей и иных объектов освещения, отмечает руководитель надзорного ведомства. Подмосковные Химки, Жуковский, Реутов и Люберцы возглавили список лидеров среди муниципалитетов по уборке дворовых территорий в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. По данным мониторинга ведомства, эти муниципальные образования своевременно и наилучшим образом организовали очистку придомовых территорий согласно нормативам уборки от снега и наледи. В пресс-службе ведомства отмечают, что на поддержание порядка и чистоты в подмосковных дворах и на улицах в дни снегопадов и температурных перепадов выходит около 5000 дворников и более 1700 единиц уборочной техники. Кроме того, там напомнили, что в конце 2014 года по губернаторской программе было закуплено 194 единицы спецтехники на сумму 703 миллиона рублей и направлено в 33 муниципальных образования Московской области. В городской администрации на совещании в центре внимания вновь микрорайон 7-8. В частности, руководство Люберицы и представители компании-застройщика обсуждали строительство поликлиники номер 6. Острые вопросы еще остались. Как планируют их решать? Ответ в нашем материале. Заведующий взрослым отделением Сергей Скажутин доложил мэру, что весь комплекс отделки в здании учреждения завершен и сейчас выполняется отладка оставшегося медицинского оборудования. Вместе с тем возникли претензии к фирме, отвечающей за установку оборудования в лаборатории и рентген-кабинете. И им обещали, что в течение недели кабинеты будут доведены до идеального состояния, что можно это все распаковывать и устанавливать оборудование. Но вот до сих пор этого не произошло. По словам Сергея Скажутина, монтаж медицинского оборудования в специализированные кабинеты замедляет отсутствие розеток. Они есть не во всех кабинетах. Строители, ну у них свои какие-то проблемы, они технологии не знают, оборудование естественно не знают. Ну не их, это профессия. Их профессия строить. Они зачастую порой не знают, где эту розетку воткнуть, что с ней делать, какое оборудование, какие требования. Вот это все нас совмести, требовать и чтобы этот процесс запустить. Также был затронут вопрос, связанный с работой проточной вентиляции в медицинском учреждении. Вент-камеры и вентиляция находятся в нерабочем состоянии, будем так говорить, вся. Она дует без возможности регулировки. Без возможности, так как, регулирующие клапаны отсутствуют. Глава города и района попросил медиков к следующему заседанию подготовить график строительных работ, которые необходимо сделать на объекте. Это, по словам Владимира Ружицкого, поможет контролировать ситуацию. Алексей Адамов, Андрей Полстунов, Люберецкое районное телевидение. Для жителей микрорайона 7-8 открыт новый транспортный маршрут. Уже с конца декабря прошлого года от станции Люберцы до жилых домов микрорайона курсирует новая маршрутка. Теперь добраться домой люберчане могут максимально быстро и с комфортом. Маршрут номер 7 работает уже с 29 декабря. Курсирует он от станции до микрорайона 7-8. И, как сами можете убедиться, пассажиров пока немного. И это несмотря на то, что маршрут номер 7 запустили в связи с многочисленными обращениями граждан. Итак, специально для тех, кто проживает в микрорайоне 7-8, водитель Андрей Шибанов подробно рассказывает, где курсирует автобус. Начинаем со станции Люберцев по инициативной улице. Выходим на Консомольский проспект. С Консомольского проспекта доезжаем до конца, до второго моста практически. И поворачиваем направо на Назарную улицу. Маршрут короткий и быстрый, а соответственно комфортный. Время работы с 7 часов утра до 7 часов вечера. Проезд составит 30 рублей. Раду Гурдиш, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Первые публичные слушания состоялись на этой неделе по проекту расселения микрорайона 92А. Что же волнует жителей? За ходом обсуждения следил наш корреспондент. Муниципальная адресная программа реконструкции и развития района подразумевает расселение всех корпусов под номером 373. Ее планируют завершить к 2020 году. Строительство должно начаться уже следующей весной, когда будут пройдены все подготовительные этапы. На каждом из них власть обещает учитывать мнение жителей. То, что возможно, то, что положительное, то, что, так сказать, интересное, оно, безусловно, учитывается. Кто контролирует проекты, к кому обращаться с претензиями? Эти вопросы особенно интересовали собравшихся. Официальные лица заверили их в том, что все делается под строгим контролем администрации в соответствии с законодательством. А также пояснили, куда можно обращаться за информацией. В первую очередь, наверное, в администрацию, в управление, в строительство. Потому что мы будем это дело курировать, отслеживать, держать руку на пульс. После прохождения публичных слушаний программа была направлена на утверждение в Совет депутатов города. Ксения Бронникова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. По факту халатности сотрудников ТСЖ «Пионер», администрации поселка Октябрьский и работников ЗАО «Электросеть» проведут проверку. Недобросовестное отношение к работе чуть не привело к массовым беспорядкам, из-за чего сыр-бор в суть конфликта вникал Раду Гурдиш. Данный 17-этажный дом был сдан в эксплуатацию 22 января 2010 года. Ровно с того момента и по сегодняшний день жильцы испытывают неполадки с электроэнергией. Последний инцидент произошел 14 января в 21.00. На трансформаторной подстанции, работающей по временной схеме, выбило автомат. В результате 1215 человек остались без электричества. Собственники квартир связались с руководством ТСЖ «Пионер», которое обслуживает этот дом по улице Текстильщиков 7-Б. Председатель Ирина Камынина в сложившейся ситуации обвиняет сотрудников ЗАО «Октябрьская электросеть». То есть изначально мы поставлены в ситуацию, что когда у нас выбивается автомат, мы его включить сами не можем. «Октябрьская сеть», когда захочет нам его, тогда и включит. В данном случае потребовалось 7 часов. И то только потому, что граждане, собравшись в 2 часа ночи в офисе ТСЖ, решили выйти и перекрывать трассу. У работников местной электросети свой взгляд на ситуацию. С нашей стороны никакого там вредительства и злого умысла не было. А то, что она говорит, раньше выдерживала, но раньше – это лето, ладно, тот год. Кстати, а эту проблему мы обозначили еще в 2013 году. «Прокуратура должна дать правовую оценку тем должностным лицам, которые подписали акт о вводе дома в эксплуатацию без постоянной схемы. Что-то было неповадно. Человек будет просыпаться и думать, ради чего он ходит на работу». Председатель ТСЖ заверила главу района и всех присутствующих в том, что до конца февраля будет заключен договор с подрядными организациями на полную комплектацию подстанции. Деньги будут собраны с неплательщиков. Владимира Ружицкого это не убедило. «Это халатное отношение к работе. Дать в том числе уголовную ответственность деятельности Ирины Владимировны. Потому что дом был сдан в 2011 году, сегодня 15-й. И дом на временной схеме». Решение этой проблемы все же существует. Для того, чтобы энергии хватило для освещения всего дома, нужно купить еще два трансформатора, которые установят вот сюда, в эту подстанцию. Стоимость всех работ составляет 12 миллионов рублей. Раду Гурдиш, Андрей Плосунов, Люберецкое районное телевидение. Люберецкое отделение банка «Траст» на протяжении нескольких дней осаждали возмущенные клиенты. Десятки людей собирались снять свои сбережения. Однако с некоторых пор банк выдает их только по предварительному заказу. Нам удалось выяснить причины своеобразной осады банка и получить комментарии от его представителей. Новости о трудностях банка и неизбежности проведения процедуры его финансового оздоровления появились в прессе в конце 2014 года. На фоне этой информации многие вкладчики приняли решение забрать сбережения. Ажиотаж вызвал в отделениях большие очереди. Люберецкие клиенты «Траст» говорят о том, что вынуждены стоять в очередях часами. По их словам, получить деньги очень сложно. Вот муж у меня парализованный, стоит в очереди. Это сколько? Мы уже простояли. Не могли бы вы ему помочь. Мы простояли уже вот с 10 часов. Сотрудники банка на все претензии отвечают, что средства выдаются по предварительному заказу. Люди приходят несколько дней подряд. Мы связались с руководством банка «Траст» и изложили ситуацию. В отношении банка «Траст» введена процедура финансового оздоровления, которое по решению АСВ и Банка России будет осуществлять крупнейшая частная банковская группа России «ФК Открытие». Для клиентов это хорошая новость. При финансовом оздоровлении банк продолжает работать. Все вклады сохраняются в полном объеме, как и проценты по ним. Выделяемой суммы 127 миллиардов рублей достаточна для решения выявленных у «Траста» проблем. Уже сейчас банк работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами. Ксения Брунникова, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. В Люберецком районе закрыты два подпольных игровых клуба. Это оперативное мероприятие завершило серию рейдов «Антикриминал-2015», проведенных сотрудниками районной полиции. За происходящим наблюдала и наша съемочная группа. Возвращаться заядлому игроку будет некуда. В стенах заведения, работавшего под видом спортклуба, проводились азартные игры через сеть интернет. Визит полиции был встречен возмущением работников клуба. Например, эта женщина заявила, что представляет интересы компании, но свою должность называть не стала. Меня интересует, вы на каком основании, где распоряжение о проверке данной компании. Вот вы находитесь граждане и снимаете. Уважаемый, вы предоставьте сперва ордер, предоставьте свой адвокат, а потом задавайте вам про лицензию. Я сейчас все предоставлю. Я не объясню. Какую лицензию? Вы о чем вообще? На осуществление игровой деятельности. Конечно. Обещанный ордер, удостоверяющий полномочия адвоката и лицензию, которая подтвердила бы законность деятельности компании, женщина предоставить так и не смогла. Владельцы игорного клуба не стали приезжать на встречу с сотрудниками полиции. В настоящее время организаторы данной букмекерской конторы устанавливаются и будут привлечены к уголовной ответственности по статье 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за организацию нелегальных азартных игр. В завершении проверки сотрудники полиции изъяли системные блоки, а также денежные средства, полученные от незаконной игорной деятельности. Клуб будет закрыт. Его владельцы заплатят крупный штраф. В Люберцах проведен рейд ГИБДД, направленный на выявление нерадивых пешеходов, которые пересекают проезжую часть в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Результаты, к сожалению, не радуют. Оказывается, периодически напоминать о правилах дорожного движения необходимо не только автомобилистам. Зачастую пешеходы сами провоцируют аварии на дороге. Одним из поводов для проведения рейда стала авария, которая произошла 2 января напротив школы номер 7 по Октябрьскому проспекту. Под колеса транспортного средства попал ребенок. Девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в детскую поликлинику города Люберцы. Как выяснилось позже, наезд совершен по вине пешехода. Юная жительница переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. За 40 минут на пешеходном переходе было выявлено более 10 нарушителей правил дорожного движения. К каждому применены административные санкции. Подобные рейды пройдут и на других опасных участках города. А взрослым стоит понять, что подавать негативный пример и пренебрегать правилами безопасности на проезжей части подрастающему поколению не стоит. Раду Гурдиш, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Районные детские сады повышают родительскую оплату за содержание детей, а отдельные категории семей лишаются своих льгот. Почему меры социальной поддержки сокращают в такое непростое время, выясняла Ксения Бронникова. По закону детские сады предоставляют две услуги – образование детей, а также присмотр и уход за ними. Первую берет на себя бюджет области или района, вторую – родители. Она подразумевает оплату продуктов питания для ребенка. Поэтому увеличение суммы родительской платы напрямую связано с ростом цен. Новая оплата, которая введена была в действие в соответствии с постановлением администрации с 1 января 2015 года, она несколько увеличена в связи с ростом цен на продукты питания. Одновременно с ростом родительской платы в районе были отменены льготы на оплату детского сада для работников бюджетной сферы и многодетных семей. По словам чиновников, бюджет района сейчас несет большие затраты и сохранять прежние условия невозможно. В связи с тем, что бюджет Люберецкого района является дотационным, и с каждым годом мы отмечаем все больший рост объектов социального назначения, а содержание этих объектов прямиком и полностью ложится на плечи именно бюджета муниципального образования, сохранить все льготы, которые существовали ранее, для семей, в которых сотрудники есть учреждений бюджетной сферы, не представляется возможным. Отметим, основные компенсации за содержание ребенка в детском саду, предусмотренные федеральным законом об образовании, остаются в силе. Однако изменения на районном уровне вызвали немало вопросов. При отмене вот этих льгот мы лишили поддержки самых слабых, которые не могут выйти на улицу и сказать, что нас обидели. Поэтому вот 12-го числа, когда мамы привели детишек в сад, и просто был шквал звонков. Елена Кончелли предполагает, что общественного резонанса можно было бы избежать, если бы вопрос отмены льгот обсуждался открыто, с участием заинтересованных сторон. У нас очень много достойных мам, которые могли бы внести в решение, может быть, этих вопросов какую-то лепту свою. И вместе мы бы пришли к какому-то компромиссу, может быть, нашли бы другое решение. Руководство детских садов, наверное, тоже надеялось с их стороны на какое-то другое решение этого вопроса, потому что они в этом тоже не заинтересованы. Так или иначе, ситуация остается спорной из-за того, что большинство родителей оказались не готовы к нововведениям. Ксения Бронникова, Валентин Говоров, Андрей Пластунов. Люберецкое районное телевидение. В 2015 году за счет регионального бюджета увеличены размеры ежемесячного пособия на ребенка от полутора до трех лет. Об этом заявила министр социальной защиты населения Московской области Ирина Фаевская. Люберецким управлением, социальной защиты населения, Министерство социальной защиты населения Московской области среди мер социальной поддержки населению значительную долю занимают государственные и социальные пособия семьям с детьми. Получателями этих пособий являются более 6 тысяч семей. С 1 января 2015 года изменились размеры государственных и социальных пособий. Теперь размер ежемесячного пособия на ребенка для полных семей составляет 3 184 рубля, для одиноких матерей 5 368 рублей, для семей военнослужащих, которые проходят службу по призыву, и на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 4 003 рубля. В Дворце спорта «Триумф» состоялся финал районного этапа конкурса «Педагог года». С места событий наш репортаж. Конкурс «Учитель года» стартовал еще в ноябре прошлого года. В нем приняли участие 28 человек, 15 воспитателей детских садов и 13 школьных педагогов. В ходе борьбы за звание лучшего учителя и воспитателя года конкурсанты прошли несколько этапов. Они показали и свою визитную карточку, представили свои знания, умения на родительских собраниях, показали, насколько богата их методическая шкатулка, написали педагогическое эссе. То есть работа была проделана очень глобальная и очень значимая. В финал конкурса вышли 6 человек, и этот этап прошел в формате концерта. Участники представили на суд жюри творческие номера. Языком песни и танца они рассказали о миссии педагога и собственных методах работы с детьми. Заветный конверт с именами победителей вскрыл глава района и города Владимир Ружицкий. Он выразил надежду на то, что со временем в конкурсе «Учитель года» будут принимать участие все детские сады и школы Люберецкого района. Хотел бы сказать слова благодарности всем учителям и воспитателям, которые согласились на участие в этом конкурсе. Вам огромное спасибо, потому что вы подаете некий пример, а также зажигаете вокруг себя и показываете, на что способна профессия учителя. В номинации «Воспитатель года» победителем стала Юлия Федюкова. По ее словам, в молодом дошкольном учреждении детский сад номер 6 «Белоснежка» открылся всего два года назад. Уже сложился дружный коллектив профессионалов, которые поддерживают друг друга и умеют найти подход к детям. Мне кажется, что главная цель воспитателей – это подарить счастье и радость своим детям, тех детей, которые приводят родители, каждое утро дают нам их. И для меня цель дня – чтобы родитель забрал счастливого ребенка. Титул «Учитель года 2015» получила Елена Туманова, преподаватель истории и общества знания гимназии номер 41. Своим профессиональным секретом Елена Юрьевна считает искреннюю любовь к детям. Когда любишь детей, то, наверное, не возникает больше никаких, наверное, лишних вопросов. Я просто знаю, что с ними делать. Я знаю, как подойти к какому ребенку, что ему сказать, какое внимание ему уделить. Победители районного этапа конкурса выйдут на областные соревнования «Учитель года 2015». Так что наши учителя еще не раз продемонстрируют свои таланты и профессионализм в конкурсах различного уровня. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. И к другим темам. Стремление к совершенству иной раз влечет за собой плачевные последствия. Владельцы недвижимости в силу различных причин часто переустраивают, достраивают принадлежащие им помещения, не задумываясь о юридических аспектах этого вопроса. А как показывает практика, в дальнейшем у собственника могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до невозможности продажи имущества. Перепланировка и переустройство квартиры относятся к тем изменениям, которые обязательно должны быть в дальнейшем отражены на поэтажном плане БТИ. Чтобы разобраться в этих терминах, необходимо обратиться к действующему жилищному законодательству. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену, перенос инженерных сетей, санитарно-технического и нового оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого помещения является изменением его конфигурации, требующим внесения также в изменения в технический паспорт. И перепланировка, и переустройство квартир требуют обязательного предварительного согласования, как на работы затрагивающей стены дома, так и на работы, требующие вмешательства в инженерные системы. Причем процесс оформления документов жестко регламентирован действующим законодательством. Для этого потребуется собрать пакет следующих документов. Это заявление на переустройство или перепланировку, документы, подтверждающие право собственности, проект и технический паспорт. Орган, осуществляющий согласование в течение не более 45 дней, рассматривает, принимает решение и в течение трех дней направляет решение либо о согласовании, либо об отказе заявителю. По закону в квартире запрещается переносить батареи на стекленные балконы, устраивать камины в панельных домах, располагать кухни и санузлы над или под жилыми комнатами соседей, объединять кухню и жилую комнату при газовой плите. Также запрещено все, что затруднит доступ к инженерным коммуникациям. Нередко можно услышать мнение, что если жилье находится в собственности, то согласовывать никакие изменения не требуется. Но, как правило, самовольные работы впоследствии приводят к аварийным ситуациям в доме, устранять которые приходится за свой счет. Согласно действующему законодательству жилищного кодекса, лицо, самовольно переустроившее или перепланировавшее жилое помещение, обязано будет провести это жилое помещение в прежнее состояние по решению органа, осуществляющего согласование переустройства и перепланировки. Также кодексом об административном правонарушении предусмотрена ответственность наказание граждан в размере штрафа перепланировка самовольная от 2 до 2 500 тысяч рублей. Неприятности будут ожидать и в том случае, если вы готовитесь продать или приватизировать свою квартиру. При проведении любых сделок с недвижимостью обязательно требуется проверка соответствия планировки квартиры тому, что указано на поэтажном плане БТИ. И в случае обнаружения перепланировки и переустройства, выполненных самовольно, ваша квартира не сможет участвовать в сделках с недвижимостью до полного устранения всех несоответствий. Алексей Адамов, Евгения Кузнецова, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Православные христиане 19 января отмечали крещение Господне. Считается, что вода во всех водоемах и водопроводных трубах становится святой, и окунувшись, можно смыть в себя грехи прошедшего года. Праздник крещения также называют богоявлением. В день, когда Иисус крестился в Иордане, миру впервые явилась Пресвятая Троица. Как православные люберчане праздновали крещение в сюжете Ольги Щевелевой. В последнее десятилетие в Люберецком храме Преображения Господня сложился большой приход. В праздничные крещенские дни огромное число люберчан приняли участие в божественных литургиях, после которых с большим удовольствием и радостью набирали освященную воду. Особый день. Сегодня сочельник, сегодня сочельническая вода. Она такая сильная, она такая первая, она такая долгожданная. Это вот первое, что Господь сделал, появился, дал знать, что Он с нами. Круглый год пью, и вся семья пьет у меня водичку, конечно, да. Это для здоровья. Но не только вода, конечно, нужна. На праздник Богоявления Господня многие, по старинной традиции, готовятся окунуться в прорубь. В Люберцах это всегда происходит в Наташинских прудах. Перед началом погружения в Иордань батюшка отслужил водоосветительный молебен. А желающих принять участие в крещенских купаниях оказалось так много, что к купели выстроилась целая очередь. У меня чувство бодрое, хорошее, как будто я снова на свет родилась. Отличное чувство себя. Здорово. Не страшно было? Нет, все отлично, все хорошо. Очень хорошее чувство, такое прям очищение, свобода, полет, прекрасное настроение. И энергетика на следующий год, будем надеяться, что она перенесет нам хорошие, позитивные сдвиги. Крещенские купания на Наташинских прудах, как всегда, прошли организованно. Администрация парка обустроила места для переодевания и обеспечила верующих горячими напитками. Окунувшиеся в освещенную воду с удовольствием грелись у большого костра, разведенного у кромки озера. В этом году торжественность событию Бога Явления придал и замечательный фейерверк. В ночь на 19 января в Преображенском храме прошла праздничная божественная литургия, где вспоминались события, когда 30-летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. По окончании литургии священнослужители, прихожане, среди которых находился и Владимир Ружицкий, крестным ходом прошли к поклонному кресту, где был проведен чин великого водоосвящения. Затем с приветственным словом к Люберчанам обратился настоятель Преображенского храма протеерей Дмитрий Мурзюков. Поздравляю вас всех и призываю с благоговением принимать святую воду, которую вы сегодня получите. Не просто сохраняйте ее в домах, но используйте. Потребляйте с благоговением и с особым трепетом, ибо это есть великая агиасма, в переводе с греческого – великая святыня, которую человек принимает с особым благоговением и почтением. Владимир Ружицкий отметил, что суть праздника Богоявления, заключающаяся в верности Христу и Его учению, важна для каждого человека. Мне сегодня очень приятно вместе с вами быть на таком празднике, праздник крещения Господня. Но в христианстве, православии – это и праздник просвещения, это просвещение сердца, просвещение души, просвещение наших поступков. До поздней ночи люди продолжали идти к храму, набирали святую крещенскую воду – это чудо благодати Божией. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В Подмосковье продолжается череда мероприятий, посвященных рождественским праздникам. Так, воскресная школа церкви Казанской иконы Божией Матери города Котельники Люберецкого благочиния посетила реабилитационный центр «Кентавр», где показала детям центра рождественскую постановку. На празднике, который в этот день традиционно проходит в комплексном реабилитационном центре «Кентавр», мальчишки и девчонки показали подготовленные собственными силами выступления. И хоть каждый из них пусть и наделен ограниченными возможностями, но, несомненно, имеет свой уникальный талант. Родители и воспитатели центра поддерживали ребят аплодисментами и, конечно же, добрыми пожеланиями и напутствиями. Мы целью ставим именно укрепить семью, для того, чтобы в этой семье только были любовь, дружба, мир, согласие. То же самое и в семье, где дети с ограниченными возможностями. Также детей центра порадовали воспитанники школы искусств, а также маленькие прихожане воскресной школы Казанской иконы Божией Матери. Священник храма рассказал детям, к чему нас призывает родившийся Бог, и преподнес от прихода рождественские подарки. Мы всегда здесь приходим и, насколько это возможно, общаемся с детками, дарим им подарки, небольшие утешения. Пытаемся сделать для них мир немножко поинтереснее. Закончился праздник театральной постановкой «В мир пришел спаситель». Воспитанники центра в увлекательной форме показали классические сцены рождественской истории. Перепись в Вифлееме, поклонение пастухов, посещение волхвами новорожденного царя. Алексей Адамов, Андрей Полстунов, Люберецкое районное телевидение. И вкратце о событиях в мире спорта. На стадионе «Звезда» состоялся ежегодный турнир по мини-футболу на снегу «Зима-2015» на призы главы Люберецкого района и города Люберцы. В спортивном состязании приняли участие футболисты 2002-2004 годов рождения. Чем закончилась горячая схватка, узнаем прямо сейчас. Не обращая внимания на климатические сюрпризы и прошедший накануне ледяной дождь, на спортивные состязания приехали все заявленные ранние команды. Под звуки футбольного марша Матвея Блантера проходит торжественное построение. Звучат напустленные речи, происходит жеребьевка и турнир «Удан» – официальный старт. В этот день на искусственный газон вышли четыре команды, представляющие спортивные школы города Люберцы, а также городские поселения Тамилина и Красково. Много на поле находится человек, спортсменов, и, конечно же, рядом с этим полем находится много тех болельщиков, которые всегда подскажут, как организовать процесс спортивный, как его сделать удобнее, лучше и правильнее. И самое главное, чтобы всегда на Олимпе звезд побед всегда была звезда Люберецкого района. Футбольный турнир среди юниоров проходит в Люберецком районе уже не первый год. Нынешний уже четвертый по счету. Его идейным вдохновителем, бессменным организатором и куратором все это время является директор комплексной детской юношеской спортивной школы Люберецкого района, а с недавнего времени – и городской депутат Дмитрий Коровкин. Ребята тренируются, это триигровая практика своего рода между нашими внутренними командами. Иногда приглашаем, конечно, команды из Раменского, Жуковского. В этом году решили вот такую сделать табличку небольшую. В этот день в упорной борьбе первое место завоевали мальчишки из Люберецкой команды «Звезда». Второе и третье места достались воспитанникам Красковской спортшколы и юниорам из команды «Люберцы». Алексей Адамов, Андрей Полстунов, Люберецкое районное телевидение. В спортивном комплексе «Кристалл» города Лыткарина прошло четыре матча первенства Московской области по баскетболу среди юношеских команд. В первом матче дня играли баскетболисты 1997-1998 годов рождения. Команда из детско-юношеской школы Лыткарина принимала баскетбольный клуб «Спартак» из Люберец. В этот день болельщики насладились быстрыми прорывами и двойными заслонами, точными бросками и перехватами мяча, дриблингами и зонными защитами. По итогам матча гости оказались сильнее, победив со счетом 82-54. В Лыткарина мы отыграли официальную игру, но все игры, которые сейчас у нас официальные, они все равно идут в рамках подготовки к первенству России. А первенство России среди юношей 98-го года рождения пройдет в городе Новосибирске с 18 февраля по 1 марта. Мы очень хотим, чтобы наши болельщики из города Люберец поболели за нас, переживали за наш хороший результат. Люберецкие тяжелоатлеты в возрастной группе 2000 года рождения и младше заняли первое место на 10-м турнире памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева, который прошел на спортивно-здравительной базе «Чехов». Также Люберецкие спортсмены отличились и в личном зачете. Золото завоевали Андрей Попеску, Илья Назаров и Артемий Быков. Причем Артемий, которому еще не исполнилось и 15 лет, стал абсолютным чемпионом и признан самым сильным спортсменом турнира. В нынешнем году организатором состязания выступил ученик Сулоева, олимпийский чемпион 2004 года Дмитрий Берестов. И в завершении программы наша рубрика «Свободный микрофон». 25 января – День российского студенчества. В народе Татьянин день. В преддверии праздника люберчане размышляют, каково это быть студентом в условиях современной действительности. Их мысли на этот счет выслушал наш корреспондент. Хорошо ли вы студентам? Если да, то почему? Да, это, конечно же, хорошо, потому что очень много новой информации, интересной информации, много знакомств, новые друзья, хорошие преподаватели в учении. Студентам быть хорошо, потому что ты получаешь новое образование. У тебя появляются новые друзья, так как ты приходишь в новое место учебы. И плюс то, что мы учимся по специальности и потом работаем. Что не хватает студентам для полного счастья? Студентам, но, наверное, стипендии все-таки и свободного времени. Что хорошее в твоей учебе? Что тебе нравится? Ну, новые предметы, как бы кулинария. Нас там учат нарезать, то есть такое готовить, как правильно. Как ты выбрал специальности? Ну, с детства люблю готовить. С мамой, с бабушкой готовили всегда. Ну, и так получилось, что выбрал повара. Почему ты пошла на повар технологии? Ну, потому что, наверное, может быть, и каждая девушка должна уметь готовить, во-первых, и, ну, мама посоветовала. А сессию у вас трудно сдавать? Нет, знаете, сессии сдавать не очень трудно, если, конечно, хорошо обучаться, все слушать, записывать. А применял ты в жизни то, о чем он учился? Ну, да. Например, расскажи. Маме помогал готовить. Как будешь праздновать день студента? Ну, мы поедем в Дом правительства тоже. Ну, там будет концерт. У нас обучающие рисуют стен газеты. У нас проводятся различные мероприятия. То есть пожелания можно написать ученикам, учителям. То есть, ну, поздравления свои. У нас работает радио, по которым будут тоже так же звучать поздравления. Что хотите пожелать своим студентам, друзьям в этот день? Отлично сдать сессию. Мне кажется, это самое главное. Все. А ты? Ну, там, удачи. Тоже отлично сдать сессию, чтобы, ну, все было хорошо, чтобы они отметили хорошо день студента. Студенческие годы, мне кажется, самые-самые запоминающиеся, самые приятные годы. Вот. Я пожелать хочу моим студентам здоровья, успехов в учебе, продвижения по, значит, каждой специальности у нас повара, технологи, автомеханики. Каждый по своей специальности, чтобы добились успехов и всего самого наилучшего им. Ну что ж, это все, чем запомнилась минувшая неделя. Следите за новостями вместе с телеканалом ЛРТ. О самом интересном мы непременно будем рассказывать в ежедневных новостных выпусках. В студии была Ирина Михайлюк. Всего вам самого хорошего и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова